Первым делом самолеты, ну а девушки, а девушки потом. Привет! Мы сегодня говорим про аэрофобию. Добро пожаловать на канал Невроза Мегаполиса и в школу эмоционального интеллекта. Как вы знаете, я анонсировал, что у меня будет вебинар с командиром воздушного судна Airbus 320. Но мы так сели, подумали. Во-первых, я загружен. Во-вторых, увидите большое количество полетов. И в целом, я так посидел и подумал. И хочу поделиться с вами бесплатно всей информацией, которую вам надо знать для того, чтобы справиться с аэрофобией. Поэтому устраивайтесь поудобней, привяжитесь ремнями, возьмите в зубы паспорта и, собственно говоря, расслабьтесь. Будем говорить сегодня про аэрофобию. Как научиться не бояться летать. Раз. В чем проблема? Два. И самая главная правда, о которой вам мало кто скажет в области психотерапии. Три. Поехали. Итак, прежде всего нам нужно с вами понять, что такое фобия и какая проблема стоит за аэрофобией. Значит, условно, аэрофобов можно разделить на три категории. Первая категория – это категория невротических аэрофобов. Это категория людей, которые боятся летать не потому, что они боятся разбиться в авиакатастрофе. Они боятся летать, потому что они боятся, что у них случится паническая атака. Или что им никто не поможет при проблемах со здоровьем. То есть, это люди сначала, имеющие панические расстройства, панические атаки, ОКР и какие-то тревожные состояния в целом. И они рассматривают полет как часть агорофобии или как часть обстоятельства, в которых им может стать плохо по их базовой проблеме, им никто не поможет. Ну, это примерно то же самое, что паникер с паническими атаками боится ездить в метро, потому что там у него случится паническая атака, и врачи не помогут, потому что это метро спускаться далеко. А если в самолете, так это же вообще пипец-пипецкий. Поэтому тревога такого аэрофоба, она связана не столько с самим полетом, с точки зрения полета. Она связана с мнимым представлением человека о своей базовой проблеме, которая называется паническое расстройство или невротическое расстройство. Где человек считает, что у него есть какая-то опасность. Такие пассажиры, в кавычках, лечатся никак не связано с аэрофобией. То есть здесь не нужно рассказывать людям про аэродинамику, про воздушные потоки, про работу двигателей и так далее и тому подобное. Тут надо заниматься базовой проблемой, которая связана с недоверием своему организму, и это в принципе самолета не касается вообще. Это работа с паническими атаками, это работа с паническим расстройством, это работа с избегающим поведением, это работа в целом над невротическим тревожным расстройством. Смотри мой базовый курс, ссылка в описании, как проработать панические атаки, как проработать страх за здоровье, неважно где это, в метро, в пробке, в самолете и так далее. Ссылка есть в описании, welcome. Это первое. То есть тут не нужно морочить людям голову, что какая-то, знаете, паническая атака в метро отличается от панической атаки в самолете. Нет. Это одинаково. Самолеты вообще исключаем. Но есть другой момент. Кстати, здесь еще может быть момент. У человека была паническая атака в самолете, может быть с этого все и начиналось, и он в целом, заболев расстройством, тревожным и избегающими формами поведения, избегает и самолета, и метро, и самостоятельного передвижения, и пробок, и институтов и так далее. Поэтому работать тут надо именно с этим. Не связано с самолетом никак. Сейчас расскажу секрет очень важный. Но пойдем дальше. Вторая категория аэрофобов, это аэрофобы, которые не знают, что такое невротические расстройства. Они не знают, что такое агорафобия. Они не знают, что такое панические атаки вообще. То есть они вообще как бы к этому отношения не имеют. Они просто боятся разбиться. Потому что это люди, которые идут на каждый рейс, держа свечку в руках. Это люди, которые идут на рейс буквально умирать. Они начинают думать, что они предчувствуют свою смерть, что именно этот рейс будет последним. И в принципе они уже садятся. Остается только взять в руки свечи, зажечь ладан. И по большому счету они молятся от взлета до посадки. И потом считают, что им повезло. И следующий рейс станет последним. Вот, конечно, с такими пациентами работать можно. Но это вопрос уже не про панические атаки. И даже не про сам самолет. Это работа психотерапевта с точки зрения страха смерти. И с точки зрения, почему для тебя умереть гипотетически это так недопустимо. Там поднимаются темы смысла жизни. Тема того, что я успела. Или гипертрофированной ответственности перед детьми. Или гипертрофированной ответственности перед тем, что я не успел для родителей. Там поднимаются такие экзистенциальные темы страха смерти. Тут хорошо помогает экзистенциальная психотерапия. Которая как раз таки работает с неопределенностью. Работает с принятием определенных вещей из смерти в том числе. И очень хорошо эта тема прорабатывается именно вот так. Потому что там опять же дело не в самолете. Потому что подобным пациентам не так уж и важно от чего умирать. То ли он разобьется на самолете. То ли он умрет там еще от чего-то. Не важно. Они в целом не готовы и очень невротично относятся к этой гипотетической концепции, что я умру. И самолет для них является очень сильной мнимой угрозой. Но якобы в машине они не в сильной угрозе. Но в самолете в сильной. Поэтому подытожу. Первая категория пациентов-аэрофобов это люди с тревожными расстройствами, паническими расстройствами. И они интерпретируют самолет как обстоятельства, в которых случатся приступы, никто не поможет. И там терапия с самолетом не связана. Она связана с паническими атаками, работой с тревогой, работой с телом и так далее. И есть вторая категория аэрофобов это люди, которые в целом не здорово относятся к гипотезе, что они могут умереть. Для них это крайняя степень недопущения. Там мы работаем с концепцией, что все мы умрем и о том, почему ты так боишься, что это за смысл жизни перед родителями, перед родственниками и так далее и тому подобное. То есть работаем туда. И есть третья категория людей, они тоже невротического склада, которые просто не в своей диагностике показывают панические атаки. Они в принципе готовы размышлять про смерть и принимать, но они в целом невротики с точки зрения сверхсильного гиперконтроля. Они в целом по жизни используют стратегию гиперконтроля, где они не только в самолете пытаются все контролировать, они еще пытаются контролировать своего ребенка, они пытаются контролировать своих водителей, они пытаются контролировать свою жену, мужа, маму, папу, людей. Потому что их сверхценный контроль это вот их такая выученное поведение, достигать определенных результатов, либо получать что-либо. Такую категорию пациентов, опять же мы не самолет здесь связан, мы здесь исключительно работаем с практическими навыками снятия гиперконтроля. Это касается быта, это касается делегирования, это касается когнитивно-поведенческой терапии, это касается поведенческих навыков делегирования контроля, это касается философии, что такое перфекционизм и объективизм, это касается именно вот этих вот моментов, что такое объективно и что такое идеально и так далее. Об этом тоже есть курс, это тот же самый базовый курс, что и для панических атак. Ссылка есть в описании, пожалуйста, пользуйтесь. Но есть одна правда, о которой, наверное, мало кто говорит, и я хочу с вами ей поделиться. Правда заключается в том, что любая фобия, будь то агорафобия, будь то аэрофобия, лечится только одним способом – системным контактом с объектом страха. То есть, если это агорафоб, который считает, что он умрёт на улице, и он контактирует каждый день дробно на улице, расширяя своё пространство, то эта терапия стоит ему 0 рублей, 0 копеек, особенно если он использует информацию с канала невроза мегаполиса. А вот если это аэрофоб, то дробный контакт с самолётом, он достаточно сложен, и он достаточно накладный. Приведу вам пример. У меня был когда-то пациент, ещё 5 лет назад, которого из Москвы, ввиду его служебного положения, перевели работать в Санкт-Петербург на хорошую должность. А он боялся летать. И ему приходилось между двух офисов постоянно летать. Москва-Питер, Питер-Москва. И он ко мне обратился со словами, Алексей, мне вас порекомендовали, надо быстро меня как-то это, научить летать. Я понимаю, что у меня всего лишь 2 недели максимум. Я ему говорю честно. Я говорю, Константин, вот если вы готовы потратить деньги на вашу терапию, дело даже не в моих деньгах, а дело в том, сколько вы готовы потратить на контакт с самолётом, тогда я вам гарантирую, что мы за 2 недели справимся. Он говорит, деньги не проблема, тем более это не супер дорого. Я говорю, ну да. И он у меня каждый день летал Москва-Питер, Питер-Москва до назначения. Москва-Питер, Питер-Москва. То есть 2 рейса в день. На протяжении, по-моему, у него было занятие, у него было задание 7 таких челночных сделать рейсов. На 5-е он уже сказал, что всё хорошо. Я к чему? Я сейчас не буду вдаваться, что мы там с ним прорабатывали. Это вопрос делегирования, это вопрос наблюдения за собственными мыслями. То есть, когда человек садится в кресло, и он начинает задавать себе вопрос, как я сейчас себя тревожу? Я сейчас думаю об этом, об этом, об этом. И я пытаюсь контролировать свой организм. То есть, всё зависит от того, кто из трёх пациентов перед вами находится. Если это человек, боящийся за организм, за панику, то это работа с упражнениями про панику, про дыхание, про концентрацию внутрь. Это, наоборот, работа с этим. Это работа с любой панической атакой, в любом месте самолёт не имеет значения. Если перед вами человек, который сидит и готов умирать, то это работа с философским выбором. Если это третья категория гиперконтрольщиков, то это вопрос делегирования, это вопрос привычки, это вопрос якорей в самолёте, которые помогают тебе и в своём голове как бы отвлечься от гиперконтроля и объяснить гиперконтрольщику, почему ему это важно. На пятом занятии он уже сказал, всё, окей, я нашёл для себя определённые вещи, чтобы не бояться. Первые два полёта я летал с ним, потому что это было для него важно. Я ему показывал, как это нарабатывается. Первый полёт я ему показывал. Второй полёт обратно из Питера в Москву. Мы это закрепляли. Потом я ему говорю, третий полёт полетишь без меня. Если что, я прилечу в Питер за тобой. Он говорит, окей. Он сам полетел, говорит, было тревожно. Первая половина пути думал, что сейчас, первые пятнадцать минут думал, что не справлюсь. Потом как-то для себя нашёл те философии, те слова, которые мы с тобой обсуждали. Всё. И потом, говорит, я уже обратно летел, уже как-то было попроще. А потом он просто туда-сюда ещё несколько раз летал. И, в принципе, он на себя нашёл ту схему, с которой он начал договариваться. Вот. Поэтому надо запомнить, что когда мы говорим про аэрофобию, это всегда контакт с самолётом. Вот у нас Лёша Герваш отдувается за всех с точки зрения аэрофобии. Они построили в Шереметьево большой центр, как раз-таки основан на том, что можно прийти, поконтактировать с самолётом, можно туда зайти, можно посадить в кабине пилота, можно поиграться с тренажёром, можно визуализировать системную десенсибилизацию внутри и снаружи. Это и есть научный подход к лечению страха. Системный дробный контакт. Посидеть на вебинаре, послушать про это всё, почитать книгу – это не лечение, не аэрофобии, не панических атак, не агорофобии, ничего. Поэтому, первое, подытожим. Вам надо понять, кто вы из этих трёх категорий. Второе. Если вы боитесь паниковать, работайте сначала с паническими атаками с точки зрения неважно где, а потом придётся работать над этим в самолёте. Если вы вторая категория и вы просто боитесь философски умереть с точки зрения «я не успею» матери, семье, миру и себе, вы работаете философски в эгостенциальном подходе с тем и договариваетесь с самим собой. И, опять же, отрабатываете эту философию в самолёте, находя для себя там определённое смирение и согласие. Ну и третье. Если вы гиперконтрольщик, вы, опять же, в самолёте начинаете находить для себя философские тезисы, которые вам помогают снять контроль. То есть, сначала вы работаете на земле, что вы первый, второй, третий, потом вы по-любому работаете в самолёте. То есть, финальной точкой работы над аэрофобией выглядит так, когда вы можете полететь один, без всякой там жены, мужа, родителей, друзей, куда угодно. Вот тогда считайте, что вы с этим закончили. Поэтому подытожим тему аэрофобии. Я вам, в принципе, сказал всё, что вам необходимо. Вся остальная информация по аэрофобии, она будет просто детализировать либо работу с паническими атаками, да, и это отдельная история, либо она будет детализировать общее образование гиперконтрольщика с точки зрения авиационных звуков, положения самолёта и так далее. Если это люди, которые боятся умереть, то это будет просто философская история про экзистенциальный момент, связанный со страхом смерти, что я не успею, а давай подумаем, насколько ты хочешь выбирать. То есть, что здесь имеется в виду? Что ты получаешь, если ты откажешься от полётов, да, и это здравствуй, курорты Краснодарского края. И что ты получишь, если ты найдёшь с собой способ договориться. То есть, вот эта вся философия, она прорабатывается сначала на земле, а потом многочисленными повторениями закрепляется в самолёте. Запомните, если у вас нет денег на закрепление в самолёте, то все ваши деньги на аэрофобию на земле коту под хвост. Потому что вы можете на земле разработать что угодно, но пока вы в самолёте это не закрепляете туда-обратно, 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 вы с этим не справитесь. Это будет просто мнимая терапия. Это то же самое, что работать над агорофобией дома, понимая, что она безопасна вегетатика, понимая, что безопасны панические атаки, при этом не выходя из дома, но всё понимая. Поэтому, кому была интересна эта тема, я вот кратко рассказал все основные блоки и тезисы. По большому счёту на вебинаре с пилотом, с командиром воздушного судна я бы рассказал всё то же самое, просто мы бы дополнили с точки зрения Виктора некоторые вопросы аэродинамики. Почему самолёт уходит на второй круг, как работает турбулентность, почему самолёт не падает от отказа одного двигателя и даже от двух двигателей, как выглядит система безопасности, почему самолёт там попадает в те или иные ситуации. То есть, в принципе, эта информация, она по большому счёту просто интересна. Она просто такая вот прикольная, что ли, но она никак не влияет на проработку панических атак контроля или философию смерти на месте в кабинете психолога. И уж, естественно, за вас никто пять раз челночных полётов в соседние города не сделает. Всё. Спасибо вам большое. Надеюсь, вы меня поняли. Принимайте сами решения, как вы хотите передвигаться по этой планете. Я надеюсь, что вы найдёте в себе те точки, которые помогут вам внутри себя сделать правильный выбор. Если вам нужны упражнения для панических атак, если вам нужны упражнения по самообладанию с собой, с своей философией, пожалуйста, ссылки есть в описании. Переходите, пользуйтесь, работайте над собой и будьте свободными от ограничений. Спасибо ваших секрасиков. Канал Невроза Мегаполиса. До встречи.